Здравствуйте, уважаемые телезрители! На нашем канале мы хотим вам показать событие, которое произошло 35 лет тому назад. Событие, которое вошло в двадцатку самых значимых двадцатого прошлого века. Событие, которое в принципе развеяло миф о непобедимости профессионалов. Событие, которое по существу сравнило лучших любителей и профессионалов. И как раз оно-то и дало пищу для размышлений, что же такое современные любители и что же такое профессионалы. Случилось это 35 лет тому назад. На ваших экранах торжественное открытие первого матча знаменитой серии 1972 года СССР-Канада. Монреальский форум 2 сентября 1972 года. Немножко убирается дорожка, по которой без хоккейного снаряжения выходили на лёд официальные лица, открывавшие эту серию. И сборная Канады на ваших экранах. А это сборная Советского Союза. Ну, наверное, стоит рассказать о тех событиях, которые предшествовали этой встрече. Предшествовали тому, чтобы она в конце концов состоялась. Надо сказать, что робкие попытки со стороны Национальной хоккейной лиги встретиться с этими русскими, которые постоянно побеждают. Это Рагульский в тёмном пиджаке, белой рубашке, руководитель нашей делегации. Справа от него Всеволод Михайлович Бобров. Ну и, если мне не изменяет память, слева от Рагульского, тогдашний президент Национальной хоккейной лиги Кэмпбелл. Справа от Боброва Борис Павлович Кулагин. Вот так он не полностью был нам виден. Представление игроков идёт. Третий номер нашей сборной – это Владимир Лученко, Виктор Кузькин. Один из немногих, кто остался от знаменитой плеяды 60-х годов. Не побоюсь этого сказать. Айсан Павлович Рагулин. Как-то привыкли мы к тому, что его так называют. Геннадий Цыганков. К сожалению, вот и того, и другого с нами уже нет. Юрий Блинов – девятый номер. Его представляют. Игрок ЦСКА, олимпийский чемпион 1972 года. Александр Мальцев – десятый номер. Великолепный нападающий в 70-х годах. Евгений Зимин – спартаковец. Вообще воспитанник локомотива. Первые шаги делал он в той команде. Евгений Мишаков – двенадцатый номер. Не все матчи он сыграл в этой серии. Борис Михайлов – капитан сборной команды Советского Союза. Тринадцатый номер. Александр Якушев – спартаковец. Пятнадцатый номер. Надо сказать, что несколько человек из «Спартака» выступали в том составе сборной Советского Союза. Владимир Петров – шестнадцатый номер. На ваших экранах. Незабываемый Валерий Харламов – семнадцатый. Владимир Викулов – правый крайний знаменитый троки. Владимир Полупанов и Викулов, Полупанов, Фирсов. Это Владимир Шандрин – великолепный центральный нападающий. Один из лучших в истории нашего хоккея. Двадцатый номер. Ну, наверное, представлять особенно его не надо. Он в маске. Тем не менее, это узнаваемая абсолютно фигура. Это Юрий Ляпкин на ваших экранах. А вратарь рядом был Владислав Третьях. Конечно же, вы его узнали. Евгений Паладьев – двадцать шестой номер. Спартаковец. Несколько подзабытый. Ну, и, честно говоря, у него была довольно короткая спортивная карьера. Что в Спартаке, что в сборной Советского Союза. Но, тем не менее, неоднократный чемпион мира. И к тому же, к тому же, вот участник этой знаменитой серии. Канадскую сборную, как приветствуют. Ну, естественно, форум. Старый стадион, на котором мне, кстати говоря, доводилось играть. И доводилось видеть победу нашей сборной на Кубке Канады в восемьдесят первом году. Я тогда был руководителем делегации. Пятый номер – это Брэд Парк. Защитник. Ну, вот мне некоторые затруднения у меня будут. Вот шестой номер без фамилии – это Рон Эллис, нападающий. Это Фил Эспозита. Нет, Гарри Бергман, по-моему, второй номер, защитник. Не вижу. Не вижу, кто это, восемнадцатый или кто-либо другой. Двенадцатый номер – Иван Курнаем. Игрок Монреаль Канадиенс. Великолепный, быстрейший нападающий в истории этого клуба. Ну, и один из лучших в этой серии. Один из лучших, кстати говоря, в истории профессионального хоккея Канады. Шестнадцатый номер – это Рот Силинг. Защитник, но играл он немного. Из восьми только три матча сыграл. Восемнадцатый номер – Жан Ротель. Девятнадцатый номер – Пол Хендерсон. Тот Хендерсон, который, в конце концов, принесет удачу сборной Канады. Вот это Пит Маховлич, двадцатый номер. Микки Редмонд, двадцать четвертый номер. У него только одна игра. Вот эта игра – это единственная, в которой он принял участие. Дон Оури, две игры, нападающий. Фрэнк Маховлич, это брат Пита Маховлич, старший брат. Причем, что интересно, Пит играл в Монреале, а старший брат играл в Торонто, Мэйпл, Липс. Ну вот представлены игроки и той, и другой команды. Что касается нашей сборной, то затруднений, в принципе, во время игры опознание хоккеистов не вызовет. Это Бобби Кларк, двадцать восьмой номер. Кен Драйден – вратарь. Это его приветствует монреальская публика по одной простой причине. Это вратарь Монреаль Канадиенс. Причем, великолепный совершенно вратарь. Но не могу сказать, что он здорово эту серию отыграл. К концу, правда, несколько выправился. Ну, а первое и тридцать пятый номер. Тони Испозиты, брат Фила Испозиты. Видите, как судьба распорядилась. Один брат – вратарь, а второй – нападающий. Но оба они вошли в историю хоккея, в историю Национальной хоккейной лиги. Георгий Рогульский на ваших экранах. Вот в темном пиджаке. Я уже сказал, что это руководитель советской делегации. Потихонечку все проходят. Как-то вот за Рогульским идут два наших тренера. Это Всеволод Бавров и Борис Кулагин. А за официальным представителем канадской стороны. Я могу и ошибаться, но, по-моему, это все-таки Кэмпбелл, тогдашний президент Национальной хоккейной лиги. А у него за спиной Гарри Синден и Джон Фергюсон. Это тренеры канадской сборной. В настоящее время Гарри Синден – президент Бостон-Брюинс. А Джон Фергюсон – помощник или заместитель генерального менеджера Сент-Луиса. Фил Эспозита выигрывает это вбрасывание у нашего капитана Бориса Михайлова. Ну, как мне сам Борис Петрович рассказывал, он совершенно не ожидал, что это будет абсолютно на таком спортивном уровне. Он считал, что это символическое вбрасывание, и кто его выиграет, не имеет абсолютно никакого значения. С этой точки зрения канадцы очень суеверны, и все усилия приложил Фил Эспозита для того, чтобы выиграть это мгновенное такое единоборство с помощью клюшек. И в конце концов завладеть шайбой и отдать ее официальному лицу на память. Сейчас уберут дорожку. Довольно торжественная церемония, что, кстати говоря, не очень характерно для Канады. Как правило, там церемонии бывают довольно короткими. Исключения составляют какие-то случаи, которые выходят за рамки. Ну, я вот вижу Андрея Старовойтова нашего, вижу тогдашнего заместительного начальника отдела хоккей Кирилла Раменского. Сидят они на трибуне. Ну, поскольку там играется гимн, я сделаю маленькую паузу. Сидят они на трибуне. Сидят. 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 шайбу нападающим и первое удаление в этой встрече надо сказать что обслуживали обслуживали этот эту серию канадская американские судьи ну будем будем так говорить nfl овске судьи и судьи из европы в том числе наш карантин удалением в составе канадской сборной но это явная подножка мы получаем численное преимущество и давайте посмотрим как мы сумеем распорядиться на в чистом меньшинстве это пит махович выброшена шайба из зоны и геннадий цынганков стремится ее подобрать цынганков рагулин пара защитников составе нашей сборной неточная передача и шайба уже у 15 номера это ред беринсон но вот судя по тому что он ред его в канаде так и и звали красный беринсон если мне не изменяет на память наверное шестьдесят седьмом или в шестьдесят восьмом году сборной советского союза сыграла матч против юниоров монреаль канадинс и за юниоров выступала бросок поротом еще один бросок умело очень ложатся канадцы под шайбу и в результате она не долетает до на кена драйдена так вот и за юниоров тогда играла целиком пятерка из профессионалов и мы тот матч проиграли со счетом 21 это было как раз вот на этом стадионе форум монреальский форум родной стадион для монреаль канадиенс попытка обыграть соперника на замахе с помощи обманного движения не удалось так вот беринсон как раз в том матче играл это шадрин бросок воротом драйден вступает в игру это паладе в 26 номер не прошла передача еще раз свою команду вручает драйден но я вам скажу вот обратите внимание два момента у нас уже были и причем явные голевые моменты созданы таким образом что вообще рядом у владевшего шайбы никого не было якушев наша адрина пас назад защитнику паладе еще один бросок вот паладе великолепным броском обладал и по моему канада в полном составе и снова паладе в это шадрин очень долго находится на площадке наше звено во главе с шадрином ну играли в три звена я вам эти составы назову михайлов петров на блинов зимин шадрин якушев и викулов мальцев харламов десятым нападающим в том матче был мишаков и седьмым защитником ляпкин а защитники цыганков рагулин кузькин гусев и паладьев ляпкин а михайлов сразу бросок к воротам и снова вступает в игру драйден вы знаете не кажется ли вам что вот на этих первых минутах несмотря на то что мы проигрываем 0 1 чаще в игру вступает драйден которому приходилось даже пару раз спасать канаду от неприятностей но вот и звено петрова на площадке он был спиной к нам и на дальнем плане был защитник нашей команды александр гусев пара защитников рагулин цыганков ну к сожалению ни того ни другого с нами я уже сказал к сожалению нет александр рагулин вот три дня тому назад было три года как он ушел из жизни прошлом году в июне месяце 23 июня скончался александр сидельников второй вратарь нашей сборной команды ну а 16 февраля прошлого года скончался геннадий цыганков скончался в санкт-петербурге где он в последние годы жил и работал александр мальцев бросок по ротам ну вот сейчас насколько ты искусный умелец обводить мальцев не попытался даже обыграть соперника я думаю что несколько в других обстоятельствах он бы на это пошел почему ну наверное вот это вот необычность обстановки необычность того что мы играем с канадскими профессионалами как-то сдержала порыв это олег белаковский спиной к нам в рай сборной команды страны рядом с ним с ним георгий овсеенко массажист бессменный массажист нашей сборной на протяжении двух с половиной десятков лет и гарри синден был на ваших экранах главный тренер тогда главный тренер канадской сборной снова фил испозита и владимир петров мы пас назад на защитника кузькин не сумел остановить шайбу но надо сказать что довольно часто вот судя по первым минутам первого периода наши защитники оказываются свободными свободными не очень серьезное внимание канадцы уделяют этим игрокам ну вы знаете наполовину это принято в нхл вплоть до сегодняшних дней маховлич пас это курнаем маховлич был фрэнк маховлич двадцать седьмой номер очередной бросок михайлова поворотом и кен драйден вступает в игру звено петрова все еще на площадке у нас а вы обратили внимание что многие это борис пауз кулагин второй тренер нашей сборной обратили внимание на то что все канадцы без шлемов за редким исключением за редким исключением исключение это как раз вот пол хендерсон который бы а потом станет героем этой серии михайлов петров блинов по-прежнему на поле но еще раз повторюсь не был не знаю почему бобровского с кулагином решили убрать харламова от привычных партнеров михайлова и петрова боюсь что-либо сказать поскольку это только их решение но в других матчах все-таки михайлов играл с петровом и михайловым брэд парк выбил шайбу из зоны но пока вы знаете вот мы проигрываем но ничего страшного у наших ворот в в принципе нет 27 номер это фрэнк маховлич рядом с ним садится фил испозита у него седьмой номер и рот жильбер восьмой номер пошел направо от маховлича а проброс очень много воды утекло стих опор 35 с небольшим лет прошло после той знаменитой серии который я еще раз хочу сказать перевернула совершенно представление о силе профессионалов бросок в воротам и вторая шайба в воротах сборной советского союза не четко мы играем на вбрасывание и как-то неудачно проиграли так что шайба сразу отскочила к игроку сборной команды сборной канады и это кур на нет это 18 номер жан ротель отправляет шайбу в ворота сборной команды советского союза но я живьем ту игру не видел так случились обстоятельства что я в это же время находился в швеции со второй сборной команды советского союза у нас там был небольшой турнир пара товарищеских матчей и там в швеции было достаточно много прогнозов по поводу исхода этого первого матча удаление в составе сборной команды канады ну вот там вышел на поле уже тут как тук тут медицинский работник канадской сборной но его помощь не понадобилась и вы знаете довольно много было специалистов шведского хоккея кто говорил о том что победит сборная россия для многих был шок и для тех кто верил и для тех кто не верил что на когда мы на утро узнали с каким счетом сборная советского союза одержала победу именно с каким счетом но те кто слабо верил удивились вдвойне поскольку и победа сборной советского союза и крупный крупный счет ну потом естественно я несколько раз смотрел смотрел этот первый матч в записи но вот сразу живьем посмотреть не удалось пол хендерсон стал автором второй забросной шайбы на седьмой минуте первого периода но я говорил о том перед тем как вот на побывала шайбу в наших воротах говорил о том что много воды утекло утекло у тех пор и многих с нами уже нет я уже говорил что нет сидельникова нет александра рагулина нет геннадий цыганкова нет вячеслава солодухина замечательного хоккеиста команды ска ленинград два брата их было так вот вячеслав солодухин выступал как раз в команде которая был по крайней мере в команде которая проводила этот первый матч нет защитника второго номера гарри бергмана в составе сборной команды канады нет потери у них несколько меньше нет билла голдсуорси нападающего с нами ну а остальные пожалуй пока живы и здоровы в процессе репортажа я вам расскажу о том кто чем занимается на сегодняшний день нет александр якушев мощный бросок ну там по моему были нарушены правила то ли неправильная атака соперника то ли положение вне игры и кенд райден во всей своей мощи он высокого роста крупного тела сложения звезда монреаль канаде довольно рано закончил играть года через два по моему сразу после этой серии ударился в политику и довольно успешно правда его имя помогало ему в его имидж на политической сцене мальцев нет это викулов мальцев десятый номер спиной к нам викулов и харламов слева защитники цыганков это викулов нет не удалось ему обыграть двадцать восьмого номера это бобби кларк бобби кларк который после окончания карьеры это игрок филадельфии флайерс после окончания карьеры много-много лет был президентом генеральным простите менеджером филадельфии флайерс и только в прошлом году в связи с серьезным но должно быть удаление останавливать харламова недозволенным приемом судья вообще не обращает на это внимание это геннадий цыганков бросок по воротам нет мимо я обращаю внимание на то что все-таки канадцы в это время 2 сентября не могли быть физически хорошо готовы к тому чтобы играть против сборной третяк выручает нас в этом моменте выход один на один правда после розыгрыша харламов и очередная контратака видите как тяжело катится фил из позиции но тем не менее ему удается обыграть защитника но как-то легкости в движениях этого центра форварда мы не видим вместе с ним микки редмонд еще раз скажу это его единственная игра на этом уровне кузькин бросок по ротам нет вступает в игру драйден и все заканчивается благополучно для канадской сборной что касается вообще проведения этого матча то я уже говорил о том нам делались такие робкие предложения сыграть товарищеский матч а то и пару где-то в 67 наверное в 68 году но мы сами не могли конечно принимать таких решений находясь однажды в канаде вынуждены были обращаться наши руководители делегации в цк кпсс для того чтобы этот вопрос решить нам было отказано играть со сборной командой играть с клубной командой канады но потом очевидно все таки пришло время когда надо было сравнить сравнить уровень игры профессионалов и любителей кто мог это сделать только конечно советская сборная с ее многочисленными успехами и наличием в составе большого количества настоящих звезд одним из инициаторов этих встреч был тогдашний начальник отдела хоккея спорткомитета СССР и член совета международной федерации хоккея Андрей Васильевич Старовойтов и наверное наверное повлияло еще на возможность проведения этих встреч и то что поменялись тренеры в составе сборной ушли Чернышев и Тарасов на их место пришло новое поколение которое было наверное заряжено на какие-то другие уровни что ли игры это Бобров и Кулагин и именно вот они наверное давали какую-то гарантию в ЦК КПСС что мы если и проиграем то некрупно но по крайней мере уровень мастерства сопоставим это Ляпкин бросок к воротам нет мимо шайба отходит к его партнеру по обороне к Паладьеву хорошее было одно время бросок к воротам это Зимин с подачей Якушева отправляет первую шайбу в ворота сборной нет с подачи Шадрина все таки отправляет шайбу в ворота сборной команды Канады давайте еще раз посмотрим это Паладьев передача на дальнюю штангу нет это все таки Якушев был а не Шадрин и делом техникой было для Евгения забросить эту шайбу ну вот видите она вошла в историю и Зимин тоже вошел в историю хотя вы знаете наверное оценивать хоккеиста Зимина только по этой заброшенной шайбе ни в коем случае нельзя это был великолепный мастер двукратный олимпийский чемпион во-первых много поигравший в Спартаке и в сборной Советского Союза поэтому один из лучших крайних форвардов в истории нашего хоккея нет мимо бросок поворотом наносил сейчас Жан Ротель ну рядом с ним я вот вижу двадцать пятый номер это Гиллапойнт один из защитников ну а это как называется довольно грубо было сыграно но судьи как-то не очень обращают внимание Харламов пытается обыграть защитника соперника ну честно говоря маловато скорость была у Валерия и с такой скоростью трудно обыгрывать соперника Кузькин это Гусев Александр Гусев Владимир Петров опасно Михайлова ну что будет бросать наверное пошел в центр бросок поворотом это уже Петров бросал Блинов Гусев ну довольно напряженная такая борьба в углу площадки еще один бросок по ротам правда он не дошел и Ред Беренсон выбрасывает шайбу из своей зоны 2-1 по-прежнему 2-1 это Пит Маховлич против него Михайлов Петров снова Петров ну вот передача в никуда Блинов-то находился девятый номер у Блинова находился на пятачке перед воротами соперника тогда уж лучше было бы наверное бросить поворотом Александр Гусев Рикки Редмонд опять был шайбой и на нем мы зарабатываем по-моему удаление Борис Михайлов насколько я понимаю отправляется на скамейку штрафников тринадцатый номер у Бориса Михайлова Должен быть рядом переводчик там с диктором на стадионе для того чтобы оштрафованному по крайней мере перевести за что его удаляют ну и заодно наверное развеять вопросы которые вдруг появятся у руководителей нашей сборной я не имею ввиду руководитель делегации я имею ввиду тренерский состав поскольку это довольно частое явление тренер пытается судью выяснить обстоятельства удаления пытается выяснить за что же удален его игрок и так далее пятнадцатый номер Рэд Берринсон шайба вбросена в зону Фил Эспозита пас назад Маховлич Фрэнк Маховлич двадцать седьмой третьяк на месте не сильный бросок Мишаков вышел вы знаете на поле тренеры его используют в меньшинстве вот Евгений двенадцатый номер ну и я как то может быть немножко забыл сказать о том что Мишаков скончался в этом году тридцатого мая ну и еще есть три потери Харламов погиб в автокатастрофе двадцать седьмого августа Фрэнк Маховлич нет не точная передача мы пока пока сопротивляемся очень отчаянно и довольно умело играя в меньшинстве выброшен шайбой из зоны это Шадрин очень цепок был Владимир в обороне тренеры его всегда использовали при игре в меньшинстве что в Спартаке что в сборной команде страны двадцать шестой номер это Дон Оури разворачивался к нам спиной и шайба у третяка ну и нет с нами все Олда Боброва и Бориса Кулагина обоих тренеров той сборной команды страны вот таковы потери очень опасная прострельная передача вовремя на это среагировал третяк ну и оставил без присмотра соперника на катывавшегося на пятачок Евгений Паладьев я вам скажу что уже говорил о том что короткая у него карьера была спортивная но это один из немногих защитников кто спокойно совершенно мог бы играть в национальной хоккейной лиге вот таков характер игры был Евгения во-первых значит хорошее катание не очень скоростной игрок но убежать от него было практически невозможно это первое прекрасное понимание игры ну а как правило в этом случае если игрок с головой то у него и хорошая техника на это уже давным-давно обращено внимание я Америке никакой вам не открываю в этом плане и умело это Бобби Ор звезда национальной хоккейной лиги который из-за травмы к сожалению не смог принять участие в этой серии как раз он будем так говорить был в расцвете сил потом я его видел живьем на Кубке Канады 1976 года через 4 года хорош хорош был Бобби Ор Айсан Рагулин получает у нас штраф в 2 минуты вы знаете вот пара моментов была в исполнении сборной команды Канады как они нам навязывали игру они как-то избежали этих удалений а что касается нас чуть что сразу мы сразу мы удаляемся ничего критического особенного я не хочу сказать о судях которые обслуживали этот первый матч но вы знаете это было общее мнение в те годы что опасная контратака бросок к воротам это Владимир Петров мы в численном меньшинстве и Петров сравнивает счет Михайлов бросок к воротам ну надо сказать что Боря Михайлов был хорош на добивании а вот такие вот дальние броски броски со средней дистанции не особенно удавались Борису Петровичу но тем не менее правильное решение принимает тринадцатый номер капитан нашей сборной и после отскока от Драйдина Петров добивает шайбу в ворота 2-2 2-2 мы сравняли счет уже в первом периоде и это здорово Кузькин борется там с канадцем бросок по воротам Билл гол в Суорсе бросал нет не удается выбросить шайбу из зоны Лученко навязывает борьбу восемнадцатого номера это Жан Ротель которого тренеры довольно часто используют недаром я его фамилию называю не в первый раз на месте третяк который я вам скажу вот здорово подготовился к этой серии изучив манеру действия инхиеловских игроков расчет был на то чтобы по возможности не давать им забивать с дальней дистанции не секрет в те годы особенно как момент для броска есть канадцы бросают обязательно поворотом поэтому третяк такой манере игры нападающих был абсолютно готов что-то много народу у нас на скамейке ходит вот сзади там и фотокорреспонденты какие-то не дают практически спокойно работать спиной к нам Всеволод Бобров подходит к концу первый период это Мальцев не точная передача на Харламова ну и Харламова это Иван Курнае набирает скорость быстро хорош был не точная передача на Фила Эспозито Эспозито Фрэнк Маковлич и Иван Курнае вы знаете такая тройка созданная из разных клубов бросок Фила Эспозито но выше всяких похвал в этом эпизоде играет наш Владислав Третьяк из разных клубов Курнае это Монреаль Эспозито дай бог памяти это Бостон а Маховлич это Торонто ну если мы ориентировались на какие-то связки ну а в те годы вообще ориентировались на звенья подготовленные для сборной команды контратака это Мальцев ну что пойдет обыгрывать нет делает передачу на партнера не очень точно Александр Павлович Рагулин вышедший со скамейки штрафников имел возможность отправить шайбу в ворота но все таки у него нет такого навыка атакующего игрока поэтому он не смог переиграть Кена Драйдена Керн Драйден после окончания карьеры был президентом Торонто Мэйпл Ливс депутат федерального парламента от либеральной партии был министром в кабинете премьер-министра Пола Мартина кандидат в лидеры либеральной партии Канады вот видите какую головокружительную я бы сказал сделал политическую карьеру Кен Драйден но это все благодаря конечно же спорту благодаря хоккею спорту номер один в Канаде Хендерсон пас назад Гарри Бергман глубоко глубоко отправляется но действует не очень быстро обратите внимание как тяжело катится и раздается сирена закончился первый период 2-2 после 20 минут чистого времени и команды отправляются итак начинается второй период матча из Сарканада первого матча знаменитой серии 72-го года еще раз монреальские форму на вбрасывание те же лица владимир петров и фил испозита на этот раз ну будем говорить в ничью закончилось это вбрасывание правда отскочила канадцам но чистого такого выигрыша у фила испозита нет 2-2 после это кэшман 2-2 после первого периода я думаю что в некоторой степени это неожиданность для самих игроков в первую очередь ну и для тех кто пришел посмотреть эту серию слишком много было событий перед первой встречей слишком много было прогнозов причем все они строились только на одном с каким счетом проиграет сборная советского союза с этим мальчиком вратарем с этими неуклюжими защитниками которые не очень умело обращаются с шайбой которые при каждом повороте чуть ли не падают на льду все это было и естественно после таких высказываний в первую очередь пресса многие поверили в то что не составит труда канадской сборной одолеть русских меняются составы у тех и других владимир петров крупным планом 16 номер нашей сборной ну вот как раз написали что это владимир петров ну а что касается всеволода боброва вы видели человека который стоял к нам спиной в рубашке это всеволод бобров дело в том что в форуме ну тем более в начале сентября душно там всегда бывало душно даже зимой когда мы там играли вот не знаю почему как то система вентиляции очевидно не очень была там отлажена я вспоминаю эту невероятную игру 8.1 в 81 году тоже была страшная духота ну теперь там монреаль канадис не играют и наверное вот эта вот духота заставила раздеться снять пиджак вернее в селд Михалча бобби кларк не очень это паладив ложится под бросок бобби кларка ну ему помогает третьяк не было возможности у кларка сделать передачу партнеру на дальнюю штангу а ближний очень надежно прикрывал третьяк ну видите как держит шестнадцатый номер это рот силинг нашего Александра Якушева бросок нет 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 шайба где-то в ногах у третьяка надежно опять прикрыт ближний угол обратили внимание канадцы бросают практически с любой позиции вы знаете очень много мы говорим об этой серии это великое событие как я уже сказал в начале нашего репортажа репортажа который вошел в двадцатку самых значимых в двадцатом столетии это безусловно так но должен сказать еще о том что замечательные совершенно люди делали эту историю историю семидесятых годов то что мы с вами смотрим ну и конечно же историю шестидесятых Валерий Харламов пытается обыграть соперника вот неудачно делает передачу он попадает в соперник он исправляется снова завладевает шайбой ну и вот теперь такая я бы сказал позиционная игра Рот Жильбер пытался правый крайне нападающий соперника пытался сделать передачу партнеру Вик Хетфельд бил голсорси и Рот Жильбер и 3-2 3-2 мы впереди моментальная контратака моментальная контратака и шайба оказывается в воротах канадской сборной давайте еще раз посмотрим это Валерий Харламов выводит нашу сборную вперед 3-2 случилось это на двадцать третьей минуте игры третья минута второго периода ну давайте отнесем заброшенную шайбу на совесть с Кеном Драйденом который пропустил ее между щитков шайба ударила с правой щиток и между ног заползла в ворота канадской сборной я уже говорил о том что не очень смотрелся в первой половине этой серии канадский вратарь Юрий Блинов ну на ровном месте падает совершенно неожиданно и моментальная контратака Пит Маховлич против него Виктор Кузькин четвертый номер но так не делается Эспозита пытается запихнуть в первую очередь нашего вратаря в ворота ну а потом уже и шайбу не так просто оказался наш вратарь как казалось нет это был не Пит Маховлич а двадцать четвертый номер Микки Редмонд простите не Фил Эспозита ну вот я слушаю канадского комментатора который уже сейчас в начале второго периода говорит о том что очень силен вратарь у российской сборной называет его фамилию это абсолютно идет вразрез с тем что раньше говорилось Зимин Якушев бросок поворотом Драйден вступает в игру и бросование будет в зоне канадской сборной сборной Шадрен всегда был самоотверженным игроком всегда был командным игроком на попытка сделать передачу назад не очень удалось Зимин хорошо неплохо очень держит шайбу вот на этот раз не удалось ему обыграть соперника зимин зимин пас назад на ляпкина и не точно фрэнк маховлич бросок поворотом и снова третяк снова он на месте обратили внимание на пару метров из ворот выкатывается наш вратарь сокращая угол обстрела и все попытки канадцев забить с дальней или средней дистанции видите какой мощный замах фрэнка маховлича наверное все таки действием нападающего не хватило хитрости для того чтобы переиграть нашего вратаря вбрасывание нашей зоне Бобби Кларк на вбрасывание выигрывает его и пятый номер это Брэд Парк отправляет шайбу к нам за ворот она уже пришла к Викулову Цыганков назад на Рагулина ну вот они поменялись местами вообще Аль Сан-Паулс всегда был правым защитником а здесь почему-то наоборот Александр Мальцев ну видите как его преследует Бобби Кларк и ногами пытается ему помешать продвижению Кларка и руками и по-моему удаление сейчас последует ну не Кларк насколько я понимаю отправиться отдыхать по-моему не Кларк ну видите сейчас бы уже несколько раз удалили ну кстати говоря Мальцев тоже держит клюшку Кларка Кларк все-таки удаляет его вот видите заключительный удар может быть хотел по льду а попал по-моему чуть ли не по голове нашему игроку честное преимущество у сборной команды Советского Союза давайте посмотрим что сейчас произойдет пока мы впереди вышли вперед на третьей минуте второго периода Харламов это сделал на его счету уже пока первая шайба Зимин Петров и Харламов авторы заброшенных шайб это Лученко Цыганков к Цыганкову подставлен Лученко который ну я бы сказал большей убойной силой обладал в те годы нежели Александр Павлович Рагулин помощней был постремительный я бы сказал был щелчок удар у Владимира Лученко Цыганков возвращаться надо назад и вот неточная передача Пит Маховлич бросок с неудобной руки ну я думаю что с такими бросками третяк справлялся элементарно просто много времени мы потеряли положение вне игры я объясню почему зритель теперешний привык к тому что такие передачи давать можно было а раньше раньше если я даю передачу из своей зоны то мой партнер ее может принять только до рубежа красной линии середины поля потом это правило было отменено лет наверное около десяти тому назад нет нам показывают Бориса Кулагина а не Всеволода Боброва ну здесь то наверное канадские режиссера не ошибутся это действительно Гарри Синдон итак чистное преимущество сборной Советского Союза Лученко неплохой момент был у Якушева но что-то ему помешало бросить поворотом Александр Мальцев Александр Мальцев Лученко ну и неудачно сыграно Корнея и Пит Маховлич Фрэнк простите Маховлич в обороне у сборной команды Канады мы меняем нашу пятерку атакующую звено Михайлова выходит это Петров с шайбой входит легко в зону Гусеву надо оставить шайбу нет проходит за ворота ну и вот попытка сделать очень сложную передачу на пятачок а это бросок по воротам не очень уверенно по-моему мы разыгрываем шайбу Кларк появляется на поле в полном составе сборная команда Канады ну и Кларк тут же вот вступает в яростную такую борьбу с нашими игроками Фрэнк Маховлич слева от него Фил Эспозита на сегодняшний день пенсионер а одно время был генеральным менеджером Тампы Бэй Лайтинг там же играл Александр Селиванов бывший хоккеист Спартака несколько лет Селиванов выступал за эту команду причем выступал довольно успешно и больше того был женат на дочери Фила Эспозита почему был он и сейчас на ней женат трое детей у Селиванова Селиванов взять Фила Эспозита Восьмой номер это Роджильбер Восьмой это Роджильбер Ляпкин пошел вперед обыгрывает соперника обыгрывает Брэда Парка пятого номера но вот настоящего продолжения это атака не получило вдвоем против одного опасно и очередной бросок и в очередной раз Третьяк оказывается на месте увлекся атакой в этом эпизоде Юрий Ляпкин оставив своего партнера по обороне Евгения Паладева в одиночестве против двоих соперников и снова Кларк снова это Парк но кто успеет первым Шадрин нет не успевает наш нападающий ну и Якушеву нельзя было входить в зону только вот сейчас это сделал Владимир Шадрин это Кларк Парк и Бергман пара защитников на площадке у сборной команды Канады надо сказать что вообще Канада играла пять защитников Рот Силинг сыграл только три игры не появились на поле защитники которые были в составе сборной команды Канады Талон Гленни Гавримон я уж не говорю о Бобби Оре который имел травму так что о нем вообще речь не идет вот Рот Силинг три матча провел Серж Савар один из основных защитников в Монреале пять игр ну и в основном в основном всю тяжесть борьбы на себе вынесли Гарри Бергман Брэд Парк Пэт Степплтон и Билл Уайт Ги Лапойнт добавим его сюда но он тоже неполное количество игр сыграл в этой серии пока 3-2 впереди сборная Советского Союза подходит второй период к своему экватору интересно все таки проследить за тем как складывалась судьба тех кто принимал участие в этой серии но мы прекрасно все знаем чем занимается сейчас третяк его имя абсолютно на слуху у всей страны и не только потому что он президент федерации хоккея россии в первую очередь наверное все таки потому что он депутат государственной думы и председатель комитета по физкультуре спорта и молодежи этой думы Виктор Зингер Виктор тренер юниорской сборной команды Спартак был в течение многих лет а сейчас Виктор пенсионер Александр Гусев тоже пенсионер Кузькин пенсионер но правда много достаточно занимается благотворительной деятельностью у него два фонда он работает с ветеранскими командами сам до сих пор еще выходит на лед и как-то ему в шутку так сказал что Витя давай мы тебя из хоккея проводим пора уже вроде бы но до сих пор вот он играет контратака нашей сборной это Харламов бросок поротом и четвертая шайба в воротах Кена Драйдена как-то не очень я скажу вам не по-вратарски не по-хоккейному двигался после этого броска в воротах Кен Драйден вратарь канадской сборной обратите внимание Харламов входит в зону но не могу сказать что у него был мощный такой сильный бросок что вообще на него среагировать нельзя нет ничего подобного но тем не менее вот обратите внимание с этим щелчком Валерия Харламова Драйден не справился по-моему не очень был готов к тому что такой бросок будет нанесен со средней дистанции Блинов вовсю борется с Брэдом Парком вот так постукивает его по поклюшке не давая возможности начать атаку канадской сборной снова Парк и в борьбе с Борисом Михайловым экспозита Фрэнк Маховлич и не вижу нет не успевает Ротель добить шайбу в ворота после броска защитника шайба летит мимо Михайлов Петров рядом с ним Блинов ну по-прежнему вот тройка играет в этом составе в какой момент сейчас был у Блинова великолепную передачу ему делал Владимир Петров но к сожалению переиграть вратаря в этой ситуации наш девятый номер не смог ну и кстати Юрий Блинов великолепный был футболист он где-то в конце в конце шестидесятых годов претендовал на то чтобы появиться в основном составе ЦСКА и тогда эту команду футбольную тренировал Селд Михайлович Бобров но перетянули его в хоккей перетянул в первую очередь Анатолу Аимович Тарасов ну не знаю жалеет ли об этом Юрий Блинов или нет боюсь что-либо сказать ну по крайней мере в хоккей он стал олимпийским чемпионом несколько раз был чемпионом мира многократным чемпионом Советского Союза ну вот помощь кому-то оказывает наш медперсонал Георгий Овсененко Олег Белаковский не сильный бросок от синей линии ловит шайбу Кэн Драйден Маленькая пауза продолжим о биографиях Юрий Ляпкин пенсионер Лученко владелец хоккейной школы в Бостоне кроме этого он еще кроме этого он еще скаут одной из команд национальной хоккейной лиги честно говоря не могу вспомнить какой Евгений Паладев пенсионер Шаталов Юрий он в этом матче участие не принимает но потом играть будет тоже пенсионер Васильев Валерий Васильев великолепный защитник в этом матче он не играет не знаю почему но опять же это дело тренерского штаба и попытка атаковать выйти вдвоем против одного нашего защитника Александра Якушев на Шадрина Зимин Канадский комментатор усиленный называет Евгения Зимин а не Зимин ну в общем это почти нормальное явление так перевирают наши русские фамилии что просто иногда представление не имеешь о ком идет речь Евгений Паладев не спешит потому что идет смена и к тому же еще удаление у соперника насколько я понимаю поскольку наши ворота пустые третяк их покинул 4-2 Гиллапойнт удален на пару минут ну что же пока 4-2 и у нас есть возможность серьезно угрожать воротам соперника Лученко входим в зону передача передача на противоположный фланг Александр Мальцев ну вот не сумел аккуратно распорядиться шайбой это Мальцев это Мальцев Харламов Цыганков будет бить нет делает передачу на Лученко Цыганков долго долго мы возимся два защитника и к тому же не очень четко пасуем друг к другу Брасл не будет в зоне Кена Драйдена я начал про Валерия Васильева он вице-президент хоккейного клуба Витязь из Подольска Анисин помощник тренеров крыльях советов Владимир Петров пенсионер Владимир Шандрин вице-президент хоккейного клуба Спартак Москва Вячеслав Старшинов президент этого клуба два пенсионера два Александра Волчков и Будунов Александр Мальцев занимается ветеранами русское золото он президент этого клуба Борис Михайлов сейчас пока без работы но вы знаете что Борис Петрович много и плодотворно потрудился в качестве тренера здесь и клубные команды здесь и сборная с которой он в 93 году стал чемпионом мира а в 2002 году привел команду к серебряным медалям ну закончился этот эпизод пенсионер Владимир Викулов Евгений Зимин скаут команды Филадельфия флайерс команды которые многие годы руководил Бобби Кларк был генеральным менеджером этой команды вот Зимин работал в контакте с этим трудным человеком Гусев прострельная передача на дальнюю штангу не очень получилось и в атаке канадцы в полном составе они уже бросок к воротам нет шайба попадает в закругление уже за воротами отскакивает к нашим теперь контратака на ворота Кена Драйдена очень неплохо играет в этом эпизоде по-моему Юрий Блинов это был Лапойнт попытка пробиться к нам в зону нет не очень получилось а сейчас Михайлов надо оставить шайбу партнерам вот в результате пошел в центр и нарвался на силовой прием Гусев низом удар по воротам но не очень получилось Петров упустил момент когда можно было бросить ну а потом уже сложно было сделать передачу на Юрия Блинова это парк Эспозито выходит к нашим воротам великолепен Третьяк в этом эпизоде чётко всё просчитал Александр Якушев хорош темп зрители по-моему вы знаете ни на секунду не могут отвлечься от того что происходит на хоккейной площадке по-моему наши сейчас поймали вот то что нужно для игры с Канадой поймали они вариант который всегда приносил нам успех в матчах с североамериканцами я имею ввиду не только Канаду но и Америку тоже потому что в принципе это одно и то же что Америка что Канада стиль игры один и тот же побыстрее освободиться от шайбы для того чтобы соперник не успел с тобой столкнуться побыстрее находить на площадке свободного партнера вот сейчас я наблюдаю картину при которой канадцы постоянно промахиваются пытаясь провести силовой прием против владевшего шайбой нашего игрока шайбы то у нашего игрока нет и он еще к тому же успевает увернуться от силового приема игрока Канады Евгений Паладев вбрасывает шайбу в зону Шадрин пас на земля бросок по ротам и Драйден вступает в игру очень-очень неплохо ну и контратака сборной команды Канады посмотрим что из нее получится по-моему не очень что получается вообще второй период проходит с нашим преимуществом редко реже не редко а реже атакует канадская сборная это Владимир Шадрин был на ваших экранах но все-таки довольно остро пару раз был выход вдвоем против одного не стали канадцы разыгрывать шайбу предпочли бросить по воротам ох как Харламов Харламов уходит от соперника ну и вот не точная передача на партнера на Александра Мальцева Рагулин Мальцев рядом с ним Викулов Харламов Мальцев и Викулов тройка нападающих неуступчив конечно неуступчив ну а за счет великолепного владения коньками Харламов был практически неуловим так вот применить против него силовой прием на не только на свободном пространстве а где-то в углу было чрезвычайно сложно Пит Маховлич бросок к воротам ну для третяка это семечки поскольку заранее все было просчитано и к этим дальним броскам броскам соперника абсолютно был готов наш вратарь Александр Мальцев Драйден вступает в игру немного осталось время до окончания второго периода 4-2 в нашу пользу 4-2 ну я вот слышу канадский комендатор рассказывает публике об Александре Рагулине о его росте и о его весе Юрий Блинов хорошая передача на Михайлова молодец Борис Петрович вылезал на ворота соперника ну и с трудом канадцы этот прорыв нашего 13-го номера ликвидировали хорошая передача Блинова на Михайлова ну вот в таких я вам скажу эпизодах безусловно был хорош капитан сборной Советского Союза где-то проскочить сразу пойти на обострение где-то протолкнуть шайбу может быть под вратарем перебросить вратаря направить шайбу в ближний угол с этой точки зрения по-моему равных ему не было особенно равных в игре на ближнем пятачке перед воротами великолепное чутье на добивание чуть шайба от вратаря отскочила тут как тут Борис Михайлов сразу ее добивает в ворота ну не случайно наверное в истории нашего хоккея он является до сих пор самым результативным ну а с той результативностью которую имеют наши теперешние нападающие вряд ли кто-либо из них приблизится к Борису Петровичу по количеству и очков и заброшенных шайб а их у него более четырехсот пятидесяти Юрий Блинов снова Блинов хотел сказать Блинов нет в результате шайбы из-за неточной передачи до него не доходит Владимир Петров поторопился поторопился с передачи не очень удобно было ему делать ее не удалось не удалось обыграть нашего защитника шестнадцатого номера это потом опять ротсилинг защитник подключается к атакам может быть потом Синдуну и Фергюсон не понравилась как раз игра сиринга слишком часто его подключения в атаку не понравились поэтому он и сыграл только три игры от его услуг решено наверное было отказаться тем более что после первого матча в Москве Канада оказалась в критическом состоянии для того чтобы выиграть серию им надо было выигрывать все оставшиеся матчи ну о чем то посоветуется с Филом Эспозита Гарри Синден тут же вот прямо по центру Курнайе Франк Маховлич Фил Эспозита насколько я понимаю на поле спиной к нам пятый номер Гарри Бергман Зимин Шадрин Якушев шайба выброшена из зоны ну что то долго очень мудрили канадцы я думаю что последняя минута и вот публика к тому же по моему стала покидать трибуны остались может быть считанные секунды до окончания второго периода и естественно канадцы в таких случаях всегда вот делают все возможное для того чтобы выиграть вбрасывание и что то из этого извлечь вот видите у нас нет указателя времени сегодня я оказался прав действительно последние секунды второго периода 4-2 мы выиграли второй период со счетом 2-0 перерыв еще раз хочу напомним что это событие происходили 35 лет тому назад но вот сейчас сидя перед экраном телевизора и ведя репортаж о том матче мне просто интересно знать что говорили тренеры в перерыве после второго периода своим командам как проходило обсуждение того что происходит на поле я думаю что несколько растеряны были наставники канадской сборной Гарри Синден и Джон Фергюсон и насколько я знаю Силова Михайловича Боброва наверное у него хватило хладнокровия спокойствие для того чтобы своим игрокам объяснить основные нюансы игры того что происходит на поле и как скорее всего нет не удержать счет он никогда об этом не говорил даже когда ты играл с серьезным соперником и судьба матча висела на волоске мне довелось провести четыре плотных очень года вместе он был тренером Спартака и я думаю что он просто нацелил команду на то каким образом довести эту игру до победы начнется третий период сейчас мы станем с вами свидетелем того что в этой заключительной третьей матче происходило тогда в монреальском форуме ну а пока поскольку я представил вам игроков сборной команды советского союза по моему правда не всех не успел сказать о том что Юрий Лебедев тренер консультант крыльев советов Александр Якушев работник агентства по физической культуре и спорту подчиненный Вячеслава Фетисова ну а что касается канадской сборной про Кена Драйдена я уже сказал про Тони и Спозита вроде тоже Эд Джонсон третий вратарь помощник генерального менеджера Питтсбург Пингвинс команды с довольно сложной такой судьбой Юрий Блинов попытка обыграть соперника не удалась но обратили внимание канадцы втроем оборонялись сейчас против наших троих нападающих Александр Гусев за воротами ошибается Кузькин пытается поймать шайбу на себя не очень осмотрительно сыграл сейчас Александр Гусев и именно из его ошибки чуть было мы не постредали Михайлов прострельная передача на Блинова но его там нет на дальней штамге он был только на подходе Фрэнк Маховлич Петров отправляет шайбу снова в зону соперника Блинов борется с Брэдом Парком я уже говорил о том что в основном три защитника появлялись на поле у канадской сборной очередная пауза Дон Оури пенсионер нападающим того состава Гэри Бергман скончался Гилла Пойнт скаут Миннесота Уайлд Серж Савар еще один защитник бизнесмен в Монреале Пэт Степплтон фермер в Канаде Брэд Парк скаут Нью-Йорк Рейнджерс Билл Уайт менеджер по продажам занимается водопроводными системами Рэд Беррэнсон тренер в Чиганском университете пока я сделаю паузу давайте вернемся к игре Евгений Паладев завладел шайбой передача на Якушева ну не очень удобно было Якушеву эту передачу принимать я вам скажу что вообще вот продольные передачи довольно сложны для приема и надо быть чрезвычайно техничным умело подстраиваться под шайбу для того чтобы ее обработать Ляпкин ух какой Рон Эллис энергичный заряженный на борьбу как обратили внимание но Ляпкин ему молодец не уступил в брошу на шайбу в зону это не наша игра по крайней мере тех времен советских времен тем более семидесятых годов вы знаете одну тему я вот пытался уже поднять в нашем репортаже ну и как то она у меня ушла поскольку очевидно был какой то интересный эпизод на площадке я ее в принципе не довел до конца вот это успешное выступление нашей сборной в этой серии вообще эта серия почему состоялась да дело в том что были великолепные предпосылки для того чтобы Канада и Советский Союз встретились в таких матчах было поколение которое несколько забыто на сегодняшний день и я это говорю не потому что сам отношусь к этому поколению а потому что это действительно так забытое несколько поколений шестидесятых годов практически непобедимое поколение которое в период с шестьдесят третий по семьдесят звание чемпионов мира и олимпийских игр нашему хоккею и на базе этого построения поколения выросли успехи в том числе и вот этой команды не будь поколения шестидесятых годов вряд ли канадцы обратили бы внимание на сборную Советского Союза по хоккею и изъявили бы желание сыграть с ней встретиться вот в такой серии так что то что произошло в том числе второго сентября в монреальском форуме это заслуга заслуга и тех кто играл на самом высоком уровне на чемпионатах мира олимпийских играх в шестидесятых годах в составе нашей сборной команды Гарри Бергман за воротами с шайбой начинает атаку канадской сборной через борт неудачно на одиннадцатого номера это Вик Хетфельд вы знаете у Канады есть игроки которые ну запали в память запали мне по крайней мере может быть еще и потому что я их жидьем видел на поле в Канаде в матче профессиональных команд НХЛ есть такие кто абсолютно не запомнился наверное не только мне но и болельщикам в том числе такие как Вик Хетфельд правда только пару матчей он сыграл но тем не менее тем не менее вот интересный факт что достаточно много игроков в составе канадской сборной кто сыграл две но от силы три игры вот я называл его до силинга да только три игры а Микки Редман допустим одна игра Стэн Микита звезда национальной хоккейной лиги был в составе той команды ну правда ему к тому времени было уже 32 года он сорокового года рождения но две игры он все-таки сыграл в составе сборной команды Канады ничем особенным не выделился ну а перед этой серии разгорелся жестокий совершенно спор и в прессе в канадской в том числе в парламенте руководители национальной хоккейной лиги никак не хотели включать в состав сборной Канады игроков нескольких игроков кто ушел из национальной хоккейной лиги и переместился в только что созданную летом 72 года всемирную хоккейную ассоциацию помните была такая развалилась очень успешно в 79 году просто существовав только 7 лет и ставившая перед собой задачу конкурировать с национальной хоккейной лиги так вот Бобби Халл из-за этого не попал в состав сборной команды и вместе с ним еще 2-3 игрока в том числе обсуждалась кандидата Горди Хоу который в то время еще играл так что Канада в некоторой степени и пострадала не досчиталась некоторых игроков кто являлся в принципе олицетворением профессионального канадского хоккея Лапойнт с шайбой вбрасывает ее в зону соперника это Ляпкин пытается выбросить не очень у него правда это получается и Фил Эспозита по-моему перед третяком оказался один с шайбой но не удалось ему переиграть нашего вратаря третяк в этом матче сыграл ну выше всяких похвал конечно у него и потом были замечательные совершенно встречи но поскольку эта игра стоит на каком-то особом что ли счету это вполне вполне естественно то конечно конечно и внимание к игре третяка особое он сам кстати говоря довольно много часто и подробно рассказывает о том что происходило до во время и после этого матча цыганков бросок к воротам и не попадает мальцев в пустой угол после добивания ну правда должен вам сказать что пришлось мальцеву подстраиваться под шайбу Харламов великолепно одного второго ну и теперь вот контратака вряд ли будет острой быстрой со стороны соперника Александр Павлович Рагулин не дает сопернику себя обыграть чуть-чуть мы вы знаете не то что нет не небрежно нет а спешим действовать в обороне более четко чем это необходимо мимо я имею ввиду наших защитников с первой передачи порой они несколько торопятся передачи при выборе из двух-трех вариантов оказывается у игрока который ну совсем не в комфортных условиях находится Блинов обыгрывает соперника бросок к воротам нет мимо мимо по-прежнему 4-2 и никакого абсолютно преимущества у канадской сборной ну и наверное наоборот мы сейчас имеем преимущество еще один бросок по воротам это Блинов бросал а вы знаете в отсутствие Харламова неплохо смотрится эта тройка Михайлов Петров Блинов ну наверное все таки не так как с нашим великим 17 номером совершенно уникальный был хоккеист который умел буквально все на площадке и что я особенно ценю никогда не был индивидуалистом это был абсолютно командный игрок великолепно игравший самостоятельно индивидуально и великолепно игравший на партнеров на команду а не точная передача и по-моему вы знаете начинает сказываться некоторая усталость у канадских профессионалов это вполне естественно поскольку мы-то уже 2 сентября провели огромный объем работы мы-то здорово уже потренировались и все это прошло мимо сборной команды канады ну не все конечно где-то может быть не в такой степени и не в таком объеме как это было сделано нашей сборной проявилось в тренировках канадцев они просто не привыкли начинать тренироваться с начала июля звено шадрина на площадке это Александр Якушев Паладьев я параллельно слушаю канадского комментатора вы знаете он ни разу не назвал фамилию Паладьева наверное по одной простой причине произнести эту фамилию ему чрезвычайно сложно трибуны форума я еще раз хочу сказать мне самому пришлось не разу не раз играть на этом стадионе но самое главное событие в моей спортивной биографии связано с этим стадионом в феврале 1960 года тогда вторая сборная Советского Союза совершала турне по Канаде это был второе всего опасно бросок к воротам нет и опять третьяк переигрывает Фрэнка Маховлича и теперь забирает шайбу в ловушку вдвоем против одного защитника вышли два нападающих сборной команды Канады я не знаю нам наверное покажут да двенадцатый номер это Иван Курная делает передачу на своего партнера ну очень много времени проводит на площадке это звено во главе с Филом и Спозитой и крайне нападающими Фрэнком Маховличем и Иваном Курная так вот февраль шестидесятого года сборная вторая бросок к воротам и четыре три четыре сорок девятая минута встречи канадцы сокращают разрыв в счете сделал это Кларк Эллис и Хендерсон стали у него Рон Эллисон нам показывают ассистентами удачно по-моему Кларк подставил клюшку перед воротами да вы представляете один остался Кларк никто его не опекал как-то увлеклись оба наших защитника отбором шайбы и в результате прозевали вот такой выпад соперников в позиционной атаке события никак мне не дают вернуться к тому о чем я хочу вам рассказать Кларк события на площадке естественно брошена шайба к нам в зону Цыганков хорошо великолепно вылез из-под давления соперника Харламов очередной его проход и очередная угроза успел защитник канадцев подставить клюшку под бросок Харламова и снова Харламов ну труда не составляет обыграть соперника вот видите Бергман пытался его припечатать к борту нет не успевает ушел ушел от борьбы наш Харламов Редман 24 номер очередной бросок по нашим воротам и 12 номер опять Иван Курное появился на площадке а у нас защитники Рагулин Цыганков Айсан Павлович отбирает шайбу соперника проброс по борту мальцев и контратака очередная так вот вторая сборная проводила турне очень большое по Канаде это был второй визит советской спортивной делегации хоккейной делегации в Канаду первый состоялся если кто-то помнит в ноябре пятьдесят седьмого года ну тогда ездила туда национальная сборная а я был в составе второй нашей сборной и и к концу турне мы попросили чтобы на обратном пути имели возможность посмотреть матч профессионалов пришлось организаторам этого турне канадской ассоциации хоккей поменять даже нам рейс они в Калгари состоялся последний матч который мы выиграли и предполагалось что там будет большой банкет будут присутствовать первые лица города во главе с мэром и так далее общественность какая-то но мы попросили отправить нас в Монреаль как можно быстрее и ночным рейсом мы вылетели из Калгари утром мы были в Монреале где вечером состоялся матч Монреаль канадец Торонто Мэйпл Ливс мы все игроки этот матч смотрели стоя на площадке между первым и вторым ярусами сидячие места были предоставлены только руководителям нашей делегации и двум тренерам Аркадий Иванович Чернышеву и Анатолию Михайловичу Кустрюкову все мы смотрели из толпы вот с этой площадки это практически фойе между вторым и первым ярусами 4-1 Монреаль выиграл я как сейчас помню почему-то не было вторых вратарей тогда предусмотрено бросок по воротам нет шайба проходит мимо ворот и опять третяк вступает в игру Шадрин и против него Ротсилинг Шадрин сбрасывает шайбу в ворота ну что вне игры так вот вратарь Торонто получил травму и игра задержалась на 40 минут пока ему оказывали помощь и вот все это время включая конечно все три периода мы стоя наблюдали за матчем профессионалов вот тогда-то фрэнк маховлич я впервые увидел живьем как говорится он играл за Торонто Мэйпл Липс Матч на нас произвел неизгладимое впечатление но потом мы много раз наблюдали живьем матчи профессионалов и честно говоря уже потом они нам не всегда нравились точно так же как и сейчас все матчи НХЛ не могут нравиться среди них очень много и проходных ну что же 4-2 это Лученко в принципе обыграл уже соперника но вот как-то в последний момент не смог распорядиться по-настоящему шайбы и я обратил внимание что канадская сборная довольно прилично присягует нас не дает нашим защитникам спокойно принять шайбу развернуться и в оглядку как мы говорим сыграть с нападающими 8 минут и 4 секунды остается до окончания третьего периода Жильбер отправляет шайбу поближе к нашим воротам суматошно несколько мы обороняемся это Александр Мальцев одного обыграл второго но что придумает Александр ну канадцы настолько горячи что аж втроем бросились отбирать шайбу у Мальцева это чревато тем что мы можем распорядиться создавшимся положением на поле ведь когда тебя атакуют трое значит два партнера у тебя свободны бит маховли очередной бросок в очередной раз вступает в игру владислав третьяк лапойнт быстрая быстрая передача на партнера вбрасывание к нам в зону и опять бросились атаковать вот 15 номер который пытался оказать давление на лучинка это лучинка ох какая ошибка и все тот же все тот же Пит Маховлич атаковал ворота нашей сборной ну а что касается вот этого эпизода то вы знаете хотел по-моему хотел вступить в драчку с третийком игрок сборной Канады но потом по-моему вспомнил о том что по Энхейловским правилам этого делать нельзя вратарь это священная фигура в национальной хоккейной лиге 24 номер это Микки Редмонд кстати похож на Сержа Савара защитника сборной команды Канады вот я его что-то не очень вижу на сегодняшней встрече ну а вообще если вспоминать Савара я говорил о том уже что когда играла эта серия я находился в Швеции и задержался там вторая сборная которой я руководил и Михайлов отправляет шайбу в ворота соперника вы видите все-таки вот эти походы в центр в зоне соперника привели к взятию ворот в течение первого и второго периода Михайлов пытался все это время повторить вот этот манер только не с левого фланга а с правого ну это его позиция с дистанции несколько ближе чем средняя к воротам ну молодец молодец Борис Петрович обыгрывает легко там силинга рода силинга который пустил его в центр ну это чрезвычайно опасно произошло это на пятьдесят четвертой минуте третьего заключительного периода Михайлов ассистент у него был блинов и мы выигрываем со счетом пять-три это уже несколько легче поскольку вы знаете такой сколький счет был четыре три и пара острых моментов была у ворот третьяка Фрэнк Маховлич ну его там легко съедает Шадрин я уже говорил о том что Владимир Шадрин хорош был в отборе хорош был как организатор Якушев пытается пробиться к воротам еще один бросок и Зимин еще одна шайба шесть-три вы видите реакцию нашей команды на заброшенную шайбу Евгений Зимин это его вторая шайба ну видите как легко обыгрывает Бергмана первый бросок не получился ну а вот со второго раза помешались сразу бросить Зимину по воротам может быть и не смог бы он поразить ворота драйдена а вот со второго раза все это произошло 55 минута третьего периода я думаю что задел сделан сейчас Лученко сломали даже клюшку кто-то из игроков канадской сборной ну что там судьи придумают удаление будет или нет или неужели нашего игрока удаляет вот этот лысенький судья Канада остается нет мы остаемся в четвером Валерий Харламов оказался на скамейке штрафников вы знаете трудно мне было определить кто же все таки там нарушил правила а вот я еще раз повторюсь облудченко буквально полминуты тому назад сломали клюшку это все обходится это все вроде нормально в пределах правил Владимир Викулов крупным планом на ваших экранах ну 15-й якшево мы гораздо лучше знаем это фигура достаточно публичная будем так говорить а вот Владимир Викулов несколько ушел в тень после окончания спортивной карьеры опасно нет нет третьяк на месте не позволил шайбе пересечь линию ворот и канадцам надо начинать все сначала прочитал великолепно эту комбинацию Владимир Петров я вам скажу еще один игрок центральный нападающий великолепно игравший в обороне вообще в старые добрые времена я имею ввиду хоккей советский шестидесятых семидесятых восьмидесятых годов непреложным правилом было чтобы центральный нападающий кроме своих основных функций атаковать забивать разыгрывать делать передачи партнерам еще бы играл хорошо в отборе еще бы хорошо играл в обороне и так минут одиннадцать секунд остается до окончания штрафного времени Харламова четыре минуты двадцать шесть секунд до окончания сегодняшней встречи итак 6-3 мы выигрываем и естественно игра продолжается у канадцев я думаю мало осталось шансов на то чтобы отыграться слишком мало времени даже по хоккейным меркам теоретически это возможно что касается практики то вряд ли восемнадцатый номер на ваших экранах это все тот же Жан Ротель который довольно часто появляется на площадке вместе со своими партнерами Харламов по-прежнему находится на скамейке штрафников ну наверное немного ему осталось еще там находиться и я очень сомневаюсь в том что Канада сумеет отыграться в оставшееся время я бы так сказал если бы я живьем вел репортаж допустим сегодня о матче который происходил в том же форуме ну мы с вами прекрасно все знаем чем все закончится и нам остается за эти последние четыре с небольшим минуты только понаблюдать за тем как поведут себя и та и другая команды на что они будут способны и Канада Канада сумеет ли она что-либо сделать или только у нее остается одно вот сейчас отмахнулся от соперника Фил Испозита с досады наверное что никак не удается обыграть этих русских Геннадий Цыганков крупным планом на ваших планах звено Петрова выходит на площадку Михайлов Петров и Блинов защитники Цыганков поехал меняться только хотел сказать Цыганков Рагулин выходит Лученко и Кузькин Кузькин вот пожалуй здесь самый настоящий представитель поколения шестидесятых годов он и Альсан Павлович Рагулин все остальное это в принципе пограничное такое поколение которое начинало в шестидесятых расцвело по-настоящему в семидесятых Мишаков Евгений двенадцатый номер появился на поле кого он заменил я вам сейчас сказать не могу и в каком он звене ну и вот видите недолго он пробыл на ледовой арене ну надо отдать должное должное Михайловичу Боброву который вот Мишаков использовал в меньшинстве и делал это не случайно по одной простой причине в ЦСКА в клубе Мишаков вместе с Моисеевым или Ионовым Анатолием Ионовым всегда выходили играть в численном меньшинстве так что Селд Михайлович использовал этот навык Евгения Мишакова прострельная передача на противоположный фланг и вот там вот попытка нанести бросок по нашим воротам вот в отличие от канадцев наши-то крайние нападающие все-таки следят за тем что делают защитники соперника особенно так уж их не оставляя свободными Харламов перед ним защитник ну еще вот нападающий великолепно Харламов выиграл одного второго третьего не удалось ну правда сделать это было трудно поскольку шейба прыгала только из-за этого снова Харламов хорошо сыграл с бортом Брэд Парк сейчас шейба отскочила к партнерам по пятерке все тот же Брэд Парк Якушев атаковал защитника Кларк передача на двадцать пятого номера а это Гила Пойнт опять подключается к атаке правильное решение выброшенной шейбой из зоны Зимин единственный кто играет в таком я бы сказал по тем временам несколько необычном шлеме Якушев и 7-3 разбирается он легко с Кеном Драйденом абсолютно легко но надо отдать должное всей тройке нападения все трое поучаствовали в этой комбинации ну видите пострадал даже Владимир Шадрин ну и замечательная совершенно пауза такая длинная что Кен Драйден успел лечь на лед подняться снова лечь и только после этого Якушев его перебросил отправив шайбу верхом в сетку ворот 7-3 Курнаем ну по-прежнему хотят каким-то образом скрасить горечь положения канадцы что-то забить еще но не очень получается за полторы минуты до конца была заброшена эта шайба еще один бросок это опасно я стал говорить о шлеме Зимина он один в таком необычном шлеме красный и посередине начиная вот здесь на уровне носа наверное до затылка белая полоса михайлов несколько растерян и канадцы посмотрите свободные игроки у нас как гуляет по всей площадке петров еще один бросок бросок михайлова но нет на этот раз большое скопление игроков было перед воротами шайба в кого-то из них попадает ну что это такое испозит и ни с того ни с сего пытается затеять драку с владимиром петровым ребята вы проиграли надо вести себя достойно это в адрес канадских игроков 19 секунд до окончания сегодня простите конечно же сегодняшний до окончания встречи и удаление у сборной команды канады по моему и у нас тоже по крайней мере я вижу только троих игроков в белой форме на площадке это гусев четвертый да я слушаю канадского комментатора он комментирует вот конец встречи говорит что невероятные результаты невероятное поведение абсолютно противоположные той и другой команды не хотят ввязываться в драку наши и наоборот слишком часто каждый повод хотят использовать для драки игроки сборной канады юрий блинов был с шайбой это владислав третяк безусловно он был одним из героев той встречи и надо сказать что не зря игроки его поздравляют итак матч завершен первая игра серии закончилась крупной победой сборной команды советского союза со счетом 7-3 я на этом с вами прощаюсь всего доброго и до новых встреч